Сегодня мы с вами вместе проведем общение, которое, по сути дела, будет посвящено нашим мыслям, нашим рассуждениям. Другими словами, мы постараемся заглянуть в свете Священного Писания, немножко в наш внутренний процесс, что же происходит у нас с мыслями, и как иногда мысли являются первопричиной, почему удается врагу человека обольстить, обмануть и ко греху его подтолкнуть. Мы озаглавим наше рассуждение коротким вопросом. Что ты видишь? И вы чуть позже поймете, почему именно так мы с вами поставили наш вопрос. Человек, в зависимости от того, в какую линзу он смотрит, он может наблюдать разную картину. Если человек смотрит через зеленое стекло, все, что будет он смотреть, будет окрашено в зеленый цвет. Если человек будет смотреть через желтое стекло, все, что он будет видеть, будет желтым цветом. И теперь вы можете сказать, так, каким же цвет на самом деле, зеленый или желтый? На самом деле, для того, чтобы вы могли видеть четкую картину, реальную, вам надо просто освободиться вообще без какого-то посредника, без какого бы то ни было стекла между вами и той картинкой, на которую вы смотрите, и тогда вы увидите реальную картину. Именно таким образом, иногда Господь, обращаясь к Своим пророкам, Он прямо-таки задавал такой вопрос. Еремия, 1 глава, 11 стих. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Еремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь». Не секрет, что из этого ответа, который сказал Еремия и Божия оценка ответа, ты верно видишь. Мы можем прийти и к выводу, что, наверное, бывает у людей и другая картина. То, что он видит, оно является неверным. Здесь же Господь одобрил то, что видит Еремия и сказал, то, что ты видишь, ты видишь верно. Книга пророка Амоса, 7 глава, 8 стих. «И сказал мне Господь, что ты видишь? Амос». И я отвечал, отвес. Слово «что видишь ты», мы находим его в Священном Писании. Бог иногда обращался к Своим пророкам с таким вопросом. Мы с вами, чтобы лучшим образом начать наш с вами разговор о мыслях, давайте с вами зададимся вопросом. Как смог Сатана склонить первых людей в раю на свою сторону? Вы можете себе представить, люди были сотворены идеальными, они были сотворены в полной гармонии. У них не бушевали страсти, у них не было никакой борьбы между тем, чтобы сделать или не сделать, была полная гармония. Как удалось дьяволу и сатане первым людей склонить на свою сторону? Как ему удалось уговорить их сделать грех? Первый вариант я предлагаю, как вариант, как можно это объяснить? Он силой заставил их отвернуться от Бога. Второй вариант – это он смог показать им лучшую жизнь с ним, чем с Богом. И третий вариант – он изменил понимание заповеди Божьей так, что человек добровольно оставил Бога. Из этих трех предложенных вариантов – один верный, а два неверных. И если пытаться найти, какой же из этих трех верный – первый, второй или третий, на мой взгляд, верное описание всего, что произошло в Едемском саду – это под цифрой номер три. Он изменил понимание заповеди Божьей так, что человек добровольно оставил Бога. Дьявол не утянул человека силой. И он не смог ему показать какие-то преимущества, которые может он ему предложить по отношению с тем, что люди имели от того, что были с Богом. Так где же тогда кроется правильный ответ? Он изменил понимание той заповеди, которую Бог им дал, и люди, неправильно понимая Божье Слово, добровольно отвернулись от Бога и сделали то, что называется грехом. Но перед врагом стояла очень сложная задача. Чтобы вы сейчас могли понять, какая задача стояла перед дьяволом и сатаной, я приблизительно это сравниваю с тем, что если бы человеку предложили один миллион долларов при условии, что он выпьет стакан воды с сильнейшим ядом, и деньги достанутся не его детям и не его семье, а только ему самому. Но можете себе представить, вот прямо здесь на кафедре у меня стоит стакан воды. Вы можете себе представить, что я говорю вам, кто из вас выпьет стакан этой воды, тот получит миллион долларов. Но я сразу же вам говорю, что здесь растворен самый сильный яд. Одного глотка и достаточно вы умрете. Но причем один миллион долларов получите ни ваша папа, ни мама, ни сын, ни дочь. Деньги право получить имеет лишь только тот, кто выпивает. Вот я задаю вопрос, легко было бы мне вас уговорить выпить эту воду? Практически невозможно. Вы говорите, что мне толку пить, если после первого глотка я замертво упаду и даже к деньгам прикоснуться не смогу. Вот приблизительно такая задача стояла у дьявола. Ему надо было уговорить людей сделать такой шаг, который похож на то, что мы с вами сегодня говорим, заставить человека или побудить человека выпить ядовитую жидкость. Но враг смог уговорить Еву на такой шаг. Причем Ева это сделала добровольно. То есть враг не угрожал Еве, он не приставлял к ней никаких средств, которые могли бы ей причинить боль или муку, ничего подобного. Все, что происходило между дьяволом и Евой, был просто разговор. Он не оказывал на нее никакого физического давления. И обратите внимание, предмет разговора состоял из того, что Ева цитировала Божью заповедь, а дьявол и сатана смог придать этой заповеди искаженное содержание. И искаженное содержание Евой воспринятое стало причиной того решения, которое она приняла вопреки той заповеди, которую Бог даровал. Как же сатане это удалось? Вот если мы с вами разберемся с этим процессом, как удалось дьяволу уговорить Еву сделать такой шаг, тогда мы с вами кое-какой большой важный вопрос для себя проясним. Если мы это поймем, мы сможем избежать хитрого искусства обольщения. Есть в послании к Ефесянам 4.14 такой текст. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков». И обратите внимание на фразу «по хитрому искусству обольщения». Оказывается, друзья, обольщение, оно еще имеет хитрое искусство. Обольщение – это, как правило, не что-то, что приходит в нашу жизнь прямо, открыто и говорит «я хочу уговорить тебя сделать грех». Нет. Любое предложение греха, оно проявляется в хитрости и одето в искусство, для того, чтобы в конечном итоге человека обольстить и подговорить его сделать грех, который пред Богом человека и делает обвиненным или виновным. На что же похоже вот это хитрое искусство обольщения? Это похоже на рыбака, который ловит рыбу. Как опытный рыбак ловит рыбу? Что это за процесс? Что из себя представляет процесс ловли рыбы? Обычно он насаживает на крючок аппетитную приманку, чтобы привлечь внимание рыбы. При этом цель рыбака – преподнести приманку аппетитной, а спрятав при этом крючок. Одна из задач, которая стоит у рыбака – это нужно чем-то или каким-то образом привлечь внимание рыбы, и причем, чтобы рыбу эта вещь интересовала, а еще лучше, чтобы у рыбы появилось желание к этой наживке прикоснуться. Что делает опытный рыбак? Он там под наживкой прячет крючок. И нужно, чтобы рыба съела наживку, и если она съест наживку, то она обязательно попадется на крючок. «Никогда рыба не глотает крючок, она глотает наживку. Но она знать не знает, что там под наживкой ее подстерегает крючок, который ее и словит. Рыба, видя приманку, пленяется желанием – «Я этого хочу». Просто обычным образом рыба, проплывая по своим повседневным делам, вдруг видит лакомство, которое прямо у нее появляется перед ее глазами. «Рыба широко открывает рот, потому что это лакомство вызывает у нее чувство желания, я хочу это попробовать». А когда она, открыв рот, проглотила лакомство, сама того не поняла, как она стала лакомством для того, кто это для нее приготовил. Именно поэтому мы и говорим, она заглатывает приманку, но сама попадается на крючок рыбака. И таким образом рыба становится добычей. Но никогда рыба, когда глотала приманку, она не ставила для себя цель поймать, чтобы быть пойманной на крючок. Эта ловкость рыбака закончилась тем, что она на крючок поймалась. И мы задаемся вопросом, неужели Ева осознанно шла на то, что она сделала? Конечно же нет. Она просто сама не знала, на какой крючок она попалась или попадется, когда с ней начал разговаривать враг. Так, врагу необходимо было закинуть такую приманку, чтобы завладеть вниманием Евы. Вообще, я чуть позже вам покажу это лучше, но давайте сейчас немножко, забегая вперед, немножко отметим. Первое, что надо врагу для того, чтобы начать с человеком разговор, это надо его внимание. Любой человек, как только он обращает внимание на любое дело, которое исходит от дьявола, это первая точка соприкосновения, через которую у дьявола появляется возможность с человеком вести разговор. Итак, внимание, важный вопрос. Мы чуть больше это проясним, чуть ниже. Он это сделал, задав абсолютно глупый по своей сути и по своему содержанию вопрос. Бытие 3 глава, стих 1. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вот скажите, друзья, а на самом деле Бог запретил есть от деревьев, которые были посажены в раю? Как раз таки Бог не запретил есть от деревьев, которые были в раю. Бог запретил есть только от одного дерева, которое было посреди рая. Дерево, которое именовалось деревом познания добра и зла. Обратите внимание, какой вопрос задает дьявол. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Обратите внимание, дьявол задал глупый вопрос. А как же тогда жить? За счет чего существовать, если есть деревья, на деревьях плоды нельзя? В том-то все и дело, друзья. Дьявол зачастую может задать абсолютно глупый вопрос, сказать абсолютно глупую фразу. Все, что ему надо, это ваше или мое внимание? Если вы клюете на его наживку, вот тогда и начинается первая точка соприкосновения между человеком и Богом. Это схоже с вопросом, вот этот вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Это похоже с вопросом, правда, что вам нельзя дышать кислородом? А чем тогда дышать? Угарным газом. Другими словами, можете себе представить, что обращается дьявол к Адаму и Еве и говорит, это правда, что Бог запретил вам дышать? Но это глупый вопрос. Правда, что вам запрещено есть со всех деревьев в раю? Это тоже глупый вопрос. В том-то все и дело. Дьявол не стесняется задать глупые, рассказать, произнести или задать глупые вопросы, потому что его самая главная цель, чтобы вы и я обратили на него внимание. Это как с рыбкой, на которой на крючке наживка. Главное, чтобы рыбка обратила внимание. Если обратит внимание, будут все остальные или последующие действия. Вопрос врагом был задан так, что Ева вынуждена была защищать Бога. И, наверное, нам хорошо знаком текст, как Ева начала говорить дальше. Она сказала следующие слова. Бытие, 3 глава, 2-3 стих. Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот, был задан глупый вопрос. И главное, что нужно было добиться, чтобы Ева вступила в диалог. И если начнется диалог, то тогда есть возможность Еву с помощью хитрого искусства довести до обольщения. Сегодня это тоже актуально. Враг может сделать любую глупость. Он может произнести любое глупое заявление, задать абсолютно глупый вопрос. Все, что ему надо от человека, это его внимание. А когда человек клюет на это внимание и вступает в диалог, то у врага есть хорошая возможность дальше человека вести к тому, чтобы его на крючок зацепить. Есть в физике такое понятие, как фокус линз. И именно вот это физическое явление используют фотографы, когда они перемещают объектив, перемещая одну линзу относительно другой. Что этим достигают с помощью фокуса линз? Вы можете навести резкость на разные предметы. Если вы с помощью линз навели фокус на предмет, то вы четко видите только этот предмет. А все другие вещи вокруг, вы их видите плохо. Плохо. Я намеренно предлагаю вам два варианта слева и справа, когда фокус наведен на разные вещи. Вот слева фокус наведен на текст, и вы можете видеть здесь все буквы, в то время человек, который находится сзади, виден очень плохо. Другой пример. Фокус наведен на человека, лежащего на траве, при этом у вас текст почти не виден. И выглядит картина так. Вот один из очень таких вещей, которыми пользуется враг, когда он человека ловит внимание, а потом пытается навести фокус его духовного зрения на нужный ему предмет, для того, чтобы человек видел нужную ему картину или нужный ему объект. Цель врага – помочь человеку навести фокус сердца на нужную для него мысль. А когда духовный фокус наведен на нужную мысль, то крючка уже не виден, а только аппетитная приманка. Именно таким образом работает враг. Он человека туманит разум, туманит его духовный взор за счет того, что он помогает человеку навести фокус на нужную ему вещь. Мы с вами детали увидим сейчас чуть позже. Внутри нас живут мысли. По своему происхождению они – мысли. Они могут быть от Бога, могут быть от самого человека, а могут быть от врага. В книге «Притч» 20 глава 5 стих Священное Писание говорит такие слова «Помыслы в сердце человека – это глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Вот что из этого текста мы можем отметить, что мысли внутри нас, в нашем сердце, это как глубокие воды. Глубокая вода – это значит объем воды большой. Значит, и воды там много. Сердце человека сравнивается с количеством мыслей, как сравнивается водоем, глубокий водоем, с количеством там находящейся воды. У каждого из нас, у нас очень много мыслей. И мысли по своему происхождению, они могут быть разными. Мы уже с вами отметили – от Бога, от человека, от врага. Хочу предложить вам следующую простую иллюстрацию. Внутри каждого из нас живут мысли. Вот каждый из нас. И мы называем это «я». И мы с вами можем, в зависимости от того, куда я наведу фокус, определяет, что я буду видеть. Вот давайте себе представим, что вот нам Священное Писание, вот здесь мысль от Бога. И это мысль от Бога, которая говорит следующее – «Воры Царства Божьего не наследуют». Представьте себе. Значит, скажите, пожалуйста, когда вы внимательно всматриваетесь в эту Божью мысль – «Воры Царства Божьего не наследуют». Скажите, пожалуйста, у вас желание воровать будет или нет? Вы, всматриваясь в эту мысль, вы прекрасно понимаете свою перспективу. «Если я стану вором, я не увижу себя в Божьем Царстве», потому что Божье Царство закрыто для всех воров. А теперь, пожалуйста, внимание. А если кто-то из друзей говорит вам – это мысль, которая исходит просто от вас. Если ты уворуешь, то вот теперь ты это будешь иметь. И тебе за это даже платить ничего не надо. Ты просто этим будешь обладать. И вот человек тут может уже сместить фокус своего зрения. И главное, что теперь для него будет ценным – это то, что теперь это будет у меня в руке. Это не важно, как это оценивает Бог. Важно, что я не платил ни копейки, и оно теперь станет моим. А когда эта мысль от врага, то он вообще может навязать еще больше. Он может сказать, если ты это возьмешь, то ты будешь самым талантливым, самым выдающимся, самым неповторимым, самым ярким, самым славным человеком. И вы теперь можете легко обратить внимание, в зависимости от того, куда я навожу фокус, на какую мысль, я определенные вещи вижу. Вы помните, в книге «Деяния святых апостолов» есть такой удивительный текст, где написано, что были люди, которые охотно в Ариапаге слушали людей и новые учения, которые люди в Ариапаге говорили. Вы когда-нибудь думали об этом, что мы с вами внутри имеем большой монитор? Вот теперь перед нами на экране мы видим разное изображение. Наверное, кто-то из вас, вы работаете на компьютерах, и вы видите монитор прямо у себя перед своими глазами. А вы знаете, что внутри каждого из нас есть такой монитор? В полном смысле слова. В зависимости от того, на что ты наводишь фокус, на какую мысль, ты внутри себя видишь определенную картину. Вот я задаю вам простой вопрос. Скажите, можете вы прямо сейчас представить себя, что вы находитесь на Северном полюсе? Вам не надо покупать билет на самолет. Все, что вам надо сделать, вам надо просто включить воображение. И вы говорите, Северный полюс, это белый снег, это низкая температура, сильный ледяной ветер, и пробирает вас этот мороз и низкая температура прямо до самой косточки. И вы прямо сидя в теплом помещении, вы можете почувствовать, как вам стало холодно. Что произошло с вами? Вы просто отправились в путешествие в своем воображении, а равно наоборот. Вы можете находиться вот прямо здесь, и я могу вам описать ситуацию, которая проходит где-то в жаркой Африке. Солнце слепит очень сильно, греет очень-очень крепко. У вас уже кончился последний глоток воды, и вы проходите еще несколько шагов, и скорее всего, вы скоро потеряете сознание. Все, что я сделал, я произнес слова. Вы взяли во внимание мои слова, и вы могли легко у себя прямо на мониторе своего сердца ощутить и яркое солнце, и отсутствие воды, и то, как вы теряете сознание. Библия говорит в деянии апостолов, что были люди, которые охотно проводили время в Ариапаге. И там написаны такие слова, слушая что-то новое. Знаете, что делали искусные ораторы? Они просто захватывали внимание публики, и всю эту публику, они ее с помощью произнесенных слов, они ее могли перенести в любую часть мира. Они могли сделать путешествие на берега Нила, на Северный полюс, или в жаркую пустыню. Вот потому люди имеют одну уникальную способность, и это внимание. Знаете, друзья, что нужно для того, чтобы ваше я сконцентрировалось на одной конкретной мысли? Вам надо ваше внимание, как фокус в линзе, перевести на конкретную мысль. Вот и получается, внутри каждого из нас мы постоянно настраиваем себя на какую-то мысль. Либо на мысль, которая от Бога, либо на мысль, которая от человека, либо мысль, которая от дьявола. И в зависимости от того, на что вы навели мысль, вы внутри себя видите определенную картину. Другими словами, вы начинаете чувствовать воздействие над собой определенной информации. Когда-то сказал Том Крауз, сказал следующие слова, препятствие это то, во что упирается взгляд человека, когда он отрывает этот взгляд от своей цели. Может быть, не совсем легкая на восприятие фраза, но суть его очень прекрасна. Если у вас стоит цель, вам нужно, к примеру, вовремя прийти в школу, или вам нужно вовремя прийти на работу. Это ваша цель. Скажите, пожалуйста, как можно вас остановить, чтобы вы на работу не дошли вовремя? Это нужно просто у вас по пути поставить какие-то вещи, которые бы отвлекли бы ваше внимание. К примеру, вы проезжаете мимо магазина, а там рекламный щит, который говорит о том, что сегодня в этом магазине все раздают даром. И платить не надо. Все, что происходит, вас просто отвлекли ваше внимание. И это не что иное, как стало препятствием. Препятствие – это то, во что упирается взгляд человека, когда он отрывает этот взгляд от своей цели. Когда-то, помните, мы читали самый первый стих сегодня, «Амосу сказал Господь, что ты видишь, Амос?» И он сказал, я вижу отвес. Кто из вас помнит? Для чего используют отвес? Что с помощью отвеса делают? С помощью отвеса измеряют ровность стены, чтобы она была перпендикулярно построена, без заваленной влево или вправо, в какую бы то ни было сторону. Для вас и для меня Бог тоже даровал отвес. И этим отвесом является Божье Слово. Ты можешь измерить любой свой поступок, любую свою фразу, любую свою часть своих жизней. Строишь ли ты по отвесу? Строишь ли ты по священному писанию? Но для того, чтобы ты и я мог легко скривить свое духовное строение, не чувствовать угрызения совести, все, что надо сделать, это надо с поля твоего зрения забрать отвес. Чтобы просто ты перестал ориентироваться на отвес, а просто строил по ощущениям, строил по каким-то внутренним расположениям. И не секрет, картина может получиться такая, человек строит по своим ощущениям, а когда отошел и приставил уровень, за голову схватился, как сильно он откренился влево или откренился вправо. Так вот, дьявол очень часто людям предлагает препятствия. Как он их предлагает? Он помогает людям упереться своим взглядом на те вещи, которые их отвлекают от Божьей цели. И это очень легко получается. Вот так же, как рыбак. Рыбка проплывает по своим ежедневным делам, а он ей предлагает препятствия с помощью наживки, которая отвлекает рыбку и ее внимание, и тем самым всю ее жизнь изменяет из повседневного путешествия в то, что она может стать добычей для рыбака. Когда в фокусе Евы оказалась приманка врага, то он начал ее разукрашивать. Смотрите, давайте вместе посмотрим. Бытие 3 глава 4-5 стих. «Нет, не умрете». Что сделала Ева? Когда дьявол задал глупый вопрос, «Это правда вам нельзя есть ни от каких деревьев?» На это почувствовала Ева внутри себя побуждение, что надо змею все объяснить, что Бог не такой глупый, чтобы запретить нам кушать с деревьев плоды. Вот знаете, я хочу еще раз это повторить. Дьяволу нужно ваше внимание. И как он им завладеет, ему абсолютно безразлично. Он может сказать глупость, сделать глупость. Он может сделать глупое заявление. Все, что ему надо, это ваше внимание. Как только вы на него внимание свое перевели, он дальше приступает, как искусный художник, предлагать вам рисовать красивую картину. Вот что он сделал. Ева сказала, «От всех деревьев мы можем есть, но только от дерева, которое посреди рая мы не можем кушать». Что говорит Ева? Что говорит дьявол Еве? «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза у вас, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Что делает дьявол? Он начинает, как искусный художник, рисовать Еве красивую картину. Он говорит, «Ты знаешь, если вы вкусите от этого дерева, вы изменитесь, вы станетесь чем-то особыми, вы станете людьми, подобные Богу, ваше знание невероятно увеличится и умножится». И обратите внимание на следующую фразу, которая начинается в шестом стихе, «Бытие 3.6». Обратите внимание, с чего она начинается. «И увидела жена». «И увидела жена». Что же она увидела? «Что дерево хорошо для пищи, ибо оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание». Обратите внимание, Ева вдруг поняла, «если я это возьму, то я обрету». Вот здесь написано, «дает знание». Она поняла, что она приобретет что-то, чего на самом деле на данный момент у нее нет. Но как у нее это получилось сделать? Потому что дьявол просто нарисовал ей такую картину. И вдруг у нее проявилось желание, «я хочу этим обладать, я хочу иметь такое знание, которое есть у Бога». И дьявол ее так тонко подвел к такому поступку, что она сделала этот поступок и сама того не поняла, что она это сделала, благодаря хитрому искусству обольщения, под которое подвел ее сатана. Вот задумайтесь, пожалуйста, друзья, вы когда-нибудь думали, как люди впервые начинают курить? Как человек впервые начинает курить? Кто-нибудь из вас думал, как это происходит? Правда же, человек рассуждает так, курение вызывает рак легких, курение становится причиной, что человек прежде времени умрет. Человек курящий, который обогащает свой организм никотином, становится неспособным здраво думать и рассуждать, а потому я хочу попробовать закурить. Правда люди так рассуждают? Как правило, если вы обратили внимание, как рекламируют сигареты, то сигареты рекламируют так. Если ты попробуешь вот эту сигарету, то ты взлетишь на седьмое небо, ты оторвешься от земли, у тебя будет невероятное ощущение, а еще умудряются иногда сигареты переплетать вместе с ковбоями, которые сидят верхом на лошади. И человек для себя понимает так, как только я прикоснусь к сигарете, я автоматически стану, как ковбой, ловкий, сидящий на лошади и легко владеющий какими-то там чудесными приемами. Вы знаете, что делает дьявол? Он просто перемешивает сигареты с ковбоями, сигареты с какими-то наслаждениями. И что делает человек? Человек тянет руку к глупой вещи, потому что его пленяет вот эта идея, которую ему навязывают, что он теперь будет на седьмом небе, что он будет подобен ковбою. По этому поводу один человек хорошо сказал. Он говорит, если ты начнешь курить, то ты ковбоем не станешь. Говорит, от тебя только пахнуть будет, как от лошади, но только ковбоем ты от этого не станешь. Вот что делает дьявол. У него хитрое искусство обольщения. Он делает это очень искусно. Еву наполнило желание, я это хочу. Это наподобие того, как рыба, видящая наживку, она то же самое говорит, я хочу этим обладать. Обратите внимание, как смог уловить дьявол. Он смог, начал все со внимания. Он задал глупый вопрос, завладел ее вниманием, а теперь, когда она смотрит на него, он с помощью слов начал ей рисовать выдуманную перспективу. Главная же задача, чтобы подтолкнуть ее к принятому решению. Ты, главное, плод сорви, а дальше ты будешь овладеть огромнейшим знанием, которое теперь тебе недоступно. И Ева срывает плод, потому что желает обладать знаниями. А на самом деле, все, что она делает, она проявляет непослушание перед Богом. Вот так дьявол человека обольщает во многих вещах. Начиная от того, что люди начинают принимать наркотик, говорить неправду, начинают вести аморальный образ жизни, дьявол людям рисует выдуманную перспективу. При этом главная его цель, главное, чтобы люди тянулись за этой перспективой, проявляя непослушание Божьим заповедям. А за желанием пришел поступок. Обратите внимание, когда она увидела, что это дерево вожделено и дает знания, в Бытие 3.6 написано «И взяла плодов, его и ела». Это как с рыбкой. Как только она увидела наживку, тут же у нее автоматически открывается рот и хочется эту наживочкой насладиться. Вот так такой механизм произошел в Едемском саду, как дьявол обольстил первых людей. При этом человек и мысли не допускает, что он исполняет не свое желание, а желание врага. Вот Ева, то, что она сделала, это то, что хотела сделать она? Или это то, что хотел, к чему хотел ее подтолкнуть дьявол? Что сделала Ева? Она сделала то, к чему хотел подтолкнуть ее дьявол. Но только обратите, пожалуйста, внимание, но решение это принимает Ева. Дьявол ее не толкает спину, не принуждает, он просто красиво ее обольщает, красиво ей рассказывает то, чего на самом деле нет. Вот почему Иисус некогда говорил людям, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего». Вот это, мы этот текст сейчас с вами внимательно рассмотрим, это Евангелие от Иоанна 8, 44. Итак, как-то удается дьяволу заставить людей исполнять похоти отца или похоти врага душ человеческих дьявола и сатаны. Вот этот текст, он большой, давайте мы его вместе прочитаем, для того, чтобы внимательно немножечко на него заглянуть. Это Евангелие от Иоанна 8, 38 стиха по 44. «Я говорю, что видел у Отца Моего». Я намеренно выделил те слова, которые относятся к контексту нашего с вами рассуждения. Мы с вами говорим о мыслях, и при этом наше рассуждение называется «Что ты видишь?». Итак, смотрите, что говорит Иисус. «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Сказали ему в ответ «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел, ибо Я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Слушайте внимательно Его заявление. «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти Отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он – Отец лжи, ибо Он – лжец, и Отец лжи». Вот хочу обратить ваше внимание на фразу «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти Отца вашего». А что же они хотели сделать? Вот тут написано, Иисус сказал им в ответ, Отец наш Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраам, то дело Авраама делали бы, а теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину». Вот, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание. Иисус смотрит людям в глаза и говорит, «Я знаю ваше желание, вы Меня хотите убить». А дальше Иисус говорит, «И знаете, почему вы хотите это сделать? Потому что этого хочет сделать дьявол». А теперь подожди, а как же дьявол, который желает убить Иисуса, как же он внушает эту мысль сделать людям на земле? Очень просто. Он просто к людям приходит и к отдельно взятому человеку, он ему просто говорит, «Ты хочешь быть великим?» И человек где-то раз клюет на эту наживку, говорит, «Хочу». Так вот, знаешь, кто мешает тебе быть великим? Иисус из Назарета. Он просто больше тебя, он знает лучше тебя. Дела, которые он делает, они славнее, чем у тебя. Если ты хочешь быть великим в Израиле, все, что надо тебе сделать, надо избавиться от человека, который у тебя конкурент. Скажите, что после этого появится у человека за желание? У него появится желание лишить того, кто мешает ему быть великим, и он же будет думать, что это его собственное желание. Но это так красиво ему нарисовал и обрисовал враг душ человеческих, дьявол и сатана. Вы можете себе представить, какой искусный дьявол? И на самом деле, те люди, которые иногда рассуждают и говорят так, «Та, я дьявола обхитрю, я дьявола легко вокруг пальца обведу, я здесь немножко погрешу, там греху прикоснусь, там немножко поиграю». Друзья мои, у него очень большой стаж. Он уже порядка около шести тысяч лет практикуется в том, чтобы обольщать людей. И я уверяю вас, он в этом деле столь искусный, что ни вы, ни я его вокруг пальца не обведете, а он вокруг пальца обведет всякого, кто пойдет на его территорию. Вот почему очень простой ориентир. Друзья мои, наши мысли, оказывается, это то, через что с нами может легко найти точку соприкосновения враг. Вот почему нам всегда нужно иметь внутри себя одно очень ценное дело, это то, что именуется в Библии отвесом. Всегда проверяй свои мысли, насколько они соответствуют Божьему Слову, насколько они являются тем, что желает видеть от тебя Господь. То, что мы видели глазами нашего сердца, в тот образ мы и преображаемся. Эту мысль мы с вами продолжаем, чтобы сейчас кое-что вам показать. Когда молодой человек смотрит глазами своего сердца на современных актеров, спортсменов, то завтра он преобразится в прическе, в одежде, в манерах, в образ того, на кого он смотрел. Я намеренно хочу вам показать вот такую картинку и просто хочу вам показать. Скажите, пожалуйста, это как надо было уговорить этого парня одеться таким образом? Это как нужно было уговорить вот этого молодого человека побриться таким образом? Это как нужно было уговорить этого человека, чтобы он одел таким образом и шапку повернул на сторону, а этот закрыл свое лицо? Вы знаете, как дьяволу удается просто изуродовать людей? Вот как удается дьяволу уговорить человеку сделать себе татуировку на теле? И причем изуродовать все свое тело? Как ему удается это сделать? А ведь человек это делает самостоятельно. Знаете, как это достигает дьявол? Очень просто. Он просто говорит, ты хочешь, чтобы тебя все видели? Ты хочешь, чтобы на тебя все обращали внимание? И человек тут же клюет на эту наживку, конечно, хочу. И он дальше говорит, так слушай, все, что надо тебе сделать, тебе надо одеть штаны в несколько размеров больше, чем они тебе нужны. Если ты такие штаны оденешь, ты точно попадешь сразу же в поле внимания. И все твои одноклассники и однокурсники будут в восторге, какой ты великолепный человек. А если ты еще кепку оденешь задом наперед, а если ты еще побреешься определенным образом, а если ты еще выражение лица построишь невероятной гримасой. И вот что получается, дьявол человеку рисует картину, а человек обольщенный идет на поводу этой картины и бреется, глупо одевается, глупо кепку заворачивает задом наперед, татуировки одевает, и он-то думает, что он теперь идет, и он во внимании у всех. А любой здравомыслящий человек смотрит на такого человека и думает, ты смотри, как в жизни этого человека преобладал дьявол. Как он его изуродовал, как он его просто до нечеловеческого вида опустил. Но человек-то понимает, что это он свободная личность, это право свободного выбора, которое он сделал, потому что вот так хитро его обманул, обхитрил, вокруг пальца обвел дьявол и сатана. Я думаю, друзья, вы сейчас видите, что на самом деле, что очень ценно понять. Вот я хочу, чтобы вы сейчас поняли, если вы, к примеру, для себя кого-то из этих парней делаете для себя кумиром, вы делаете его человеком, на которого вы смотрите, которого вы слушаете, портреты которого вы у себя в комнатах вешаете, вы знаете, что будет с вами завтра? Вы завтра будете одеваться, как они, иметь прическу, как они, говорить слова, как они, потому что то, куда вы всматриваетесь, определяется, в какой образ вы преображаетесь. То, куда ты смотришь, определяет, кем ты завтра будешь. Это же справедливо и в другую сторону. Когда молодой человек смотрит глазами своего сердца на Иисуса Христа, то завтра он преображается в чувствах, в словах, в манерах, в образ того, на кого он смотрит. Вот почему тот, кто смотрит на Иисуса Христа, у того сердца начинает преображаться все больше и больше светлый, непорочный, благочестивый, славный вид. Вот почему, мои друзья, очень ценно, на что ты фокусируешь свои мысли. Не позволь дьяволу словить тебя на твоих каких-то тщеславных, низменных вещах и просто тебя, как добычу, завести на свою территорию, оскверняя человека и делая его несчастным. Вот согласитесь, любой здравомыслящий человек, когда смотрите вы на человека, у которого на руке куча татуировок, вот я говорю, простое рассуждение. Скажите, пожалуйста, кому из вас приятно от этого? Когда вы еще наблюдаете, что это у девушки или у женщины с ее женским телом, и там куча непонятных татуировок, вы смотрите на это и думаете, как тебя могли на это уговорить? А знаете, что самое интересное? Еще можно было бы понять, если бы человеку за это деньги платили. Вот человеку бы сказали, давай мы тебе сделаем татуировку, и мы тебе за это заплатим 5000 долларов. Но еще можно понять, что так человек решил продать свое тело для того, чтобы заработать копейку. Но суть-то в чем? Человек изуродует свое тело и еще и за это платит деньги. Это как надо было уговорить человека? Помните в нашем примере выпить стакан с наколоченным ядом, при этом зная, что ему от этого не будет никакой пользы? Это сложная задача, но обратите внимание, как у дьявола это получается сделать. Вот так дьявол уговаривает человека впервые солгать, впервые взять наркотик, попробовать спиртное, наколоть татуировку и все другие вещи. Почему? Потому что он ловит человека на его низменных вещах, а дальше он ему просто рисует перспективу. Если ты сделаешь татуировку, то все люди, которые будут смотреть на тебя от восторга, просто перестанут дышать. Как ты красиво выглядишь! Человек эту мысль принимает, колет татуировку, но все здравомыслящие люди смотрят и думают, какой же ты бедный, как тебя обманул дьявол. Но он же идет с другой мыслью, какой я замечательный! Я теперь лучше, славнее всех, кто вокруг меня. Я думаю, вы теперь видите, как дьявол очень легко людей вокруг пальца обводит или обманывает. Дети света и дети тьмы смотрят по-разному. Давид смотрел не так, как смотрел израильский народ. Первое царство, 17 глава, стих 24. И все израильтяне, увидев этого человека, а этим человеком был Голиаф, убегали от него и весьма боялись. Наверное, вы помните эту историю, когда Голиаф, высокий, широкий в плечах мужчина, и когда он бежал на евреев, на еврейский стан, Библия говорит о том, что все боялись и убегали от него. Потому что каждый, кто стоял в еврейском стане, он понимал для себя сейчас так, Голиаф бежит сейчас прямо на меня. Его больше никто не интересует. И прямо меня он сейчас будет на части разрывать. Все громко крича ноги в руки и начинали убегать. В то же самое время пришел туда человек по имени Давид, 1 царство, 17 глава, стих 26. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Хочу обратить ваше внимание. Все от Голиафа убегали, а один Давид смотрит на этого великана и говорит, это кто такой, что осмелился унижать и оскорблять Бога Израилева? А знаете, в чем разница между тем, как смотрели евреи и тем, как смотрел Давид? Евреи смотрели на Голиафа и больше ничего не видели. Давид в первом, извиняюсь, во второй главе книги Деяния Святых Апостолов, там есть такие слова, слова Давида. «Я всегда видел пред собою Господа». Знаете, что сделал Давид? Давид всегда видел пред собою Господа. И когда на фоне Господа появился Голиаф, просто Господь, которого земля под ножья ног, у которого небо, его престол. И когда он сравнил Голиафа с великим и славным Богом, то он говорит, кто это такой, что осмелился произносить такие слова в адрес великого и славного Бога, что сделал Давид? Он не убегал от Голиафа, а смело пошел сражаться с ним. Почему? Он смотрел по-другому. Вы можете это же увидеть еще в другой истории. Иисус Навин и Халев смотрели на жителей Ханаана не так, как остальные соглядатые, это тех, кого отправлял Моисей. Числа 13 глава, 31-32 стих. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ними, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Почему Иисус Навин и Халев говорили, «Мы можем», а остальные соглядатые, 9 человек, они говорили, «Нет, мы не можем». Потому что Библия говорит о том, что там жили сыны Енаковы, и они жили в укрепленных городах. И все без исключения 9 человек, которые из 12, они смотрели на высокие стены, на высоких людей, которые жили за этими стенами, и они говорили, «Мы не можем одолеть». У них стены высокие, а люди там живут крепкие и большие. Иисус Навин и Халев смотрели на эти стены и смотрели на этих людей на фоне всемогущего Бога, и они говорили, «Бог нам в этом поможет, мы можем». Я думаю, друзья, вы сейчас легко можете увидеть, если вы смотрите только на свою проблему, которая есть в вашей жизни. Вам иногда кажется, что эта проблема вас раздавит просто в щепки. Но если вы смотрите на любую проблему на фоне всемогущего Бога, вы можете сказать, «Жив Господь, пред Которым я стою. Я не один, я не одинок. Со мною Господь и Его крепкая и сильная рука». Это же мы с вами можем видеть и в жизни Моисея. Евреям 11 глава, стих 27. Написано, «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Когда у человека, как у христианина, у него появляется твердость, мужество, тогда, когда он видит невидимого. Вам когда-нибудь приходилось видеть, как ведут себя малыши, когда рядышком папа? Я под малышами подразумеваю мальчиков. Вот мальчику лет пять, и вот он идет по городскому парку, а рядышком с ним идет его папа. И вот навстречу ему выходит его ровесник. И ровесник без папы, а наш с вами герой с папой. Вы чувствовали, как ребенок смотрит, папа, ты рядом, все отлично, можно быть смелым. Можно говорить, что идешь по моей тропинке, не видишь, я здесь прогуливаюсь. А вся эта смелость, потому что папа рядом. А если бы папы вдруг не стало, то и смелость бы ребенка куда-то бы исчезла и пропала. Наверное, вы обращали внимание, как дети весело себя ведут в магазине с родителями. И маленькие дети. Стоит только маме с папой спрятаться за прилавок, как вы уже можете слышать с соседнего ряда детский плач. Откуда же делась вся эта смелость? Смел ребенок, когда папа рядом. Вы знаете, когда человек на земле смелый, когда он чувствует, что его небесный Отец рядом. И если вы и я живете с небесным Отцом близко, вам не страшно. Вас ничего не пугает, вас ничего не страшит. Помните, когда-то сказал Иисус своим ученикам, когда они были в лодке, и им угрожала большой ветер и большая волна. Он сказал им, неужели вы так боязливы? И сказал, где же вера ваша? Это как раз из той категории, когда мы с вами говорим, если ты всегда близок с Богом, то тогда величие Бога, оно успокаивает тебя настолько, что тебя ничего не тревожит и особо тебя в панику ничего не бросает. Христианин должен смотреть не так, как люди этого мира. Библия говорит 2 Коринфянам 3,18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Давайте с вами сейчас сделаем маленькую паузу, я кое-что хочу вам прояснить. Вы когда-нибудь пользовались услугой художника, который рисует ваш портрет? Вот художник рисует ваш портрет. Вы когда-нибудь пользовались услугой художника? Если да, то вы можете наблюдать одну интересную вещь. Никогда художник не рисует человека так. Вот он посмотрел на вас и сказал, придешь через 2 часа, заберешь портрет. Человек говорит, нет, оставайся и 2 часа сиди. Потому что художник работает следующим образом, он всматривается в вас, отмечает какую-то маленькую деталь, вашу бровь, вашу морщинку, веснушку, носик, вашу горбинку, форму ваших губ. Что делает художник? Он без конца рисует, смотрит на вас, замечает маленькую деталь, переносит взгляд на холст и переносит эту маленькую деталь. Нельзя нарисовать человека, взглянув на него один раз. Это нужно постоянный процесс на вас, на холст, на вас, на холст. И я теперь задаю вопрос. Скажите, а можно узнать Иисуса Христа во всех его тонкостях, прочитав Священное Писание один раз? Можно ли узнать все, что он ценил, чем восхищался, к чему был добр, а к чему был строг, что он одобрял, а что обличал? Вы можете увидеть, что вы никогда, прочитав Священное Писание один раз, вы до конца не поймете всю суть Божьего характера, которая нам открыта в образе Иисуса Христа. Вот почему мы с вами, когда обращаем наше внимание на Священное Писание, я каждый раз отмечаю для себя какую-то маленькую деталь, которую до этого я не видел, что Господь сострадает, а детей любит. Он их на руки берет, он на них руки возлагает, а лицемерных фарисеев осуждает. В то время, когда Самарянку, от которой все люди отвернулись, он с ней диалог начал. Я не буду сейчас в многие детали заглубляться, просто отмечаю следующее. Для того, чтобы познать во всей полноте Иисуса Христа, надо в Него всматриваться. Надо о Нем, в Священном Писании, внимательно читать. Надо пытаться для себя и для своего сердца это лучшим образом принять. Потому нельзя, чтобы художник нарисовал вас, одним взглядом на вас посмотрел, и он полный портрет вас нарисовал. Нет, он рисует, постоянно всматривается вас. Для того, чтобы вы и я отразили всю Божью славу. Библия говорит, взирайте на славу Господню. И знаете, кто является этой славой? Славой Господней является наш Господь Иисус Христос. А теперь смотрите, что здесь интересно сказано. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То, куда я взираю, в тот образ я и преображаюсь. И теперь скажите, пожалуйста, во что я буду преображаться, если я буду всматриваться в кумира, музыканта, актера, спортсмена? Скажите, пожалуйста, в кого я буду преображаться? Вот то, в кого я всматриваюсь, в тот образ я и преображаюсь. И вы легко можете увидеть, если в моих глазах постоянно я буду читать за какого-то баскетболиста, буду читать за его семью, буду читать за его вкусы, за его манеры. Вы можете обратить внимание, что легко у меня появится одежда, как у него, рацион питания, как у него, прическа, как у него, потому что, обратите внимание, что в Писании сказано, куда ты взираешь, в тот образ ты и преображаешься. Вот что очень ценно. Дьявол сегодня людям навязывает кучу разных эталонов. Он создает кучу разных культов, или создает тех, кого называют кумиром. И этих людей дьявол умудряется преподнести в разной сфере. Кто-то в области искусства, театрального искусства, актера, музыканта, спортсмена, и он отвлекает внимание людей, чтобы люди уделяли внимание вот таким выдающимся людям, чтобы люди подражали людям. А Священное Писание говорит, чтобы у вас и у меня был характер Иисуса Христа. Библия призывает нас, что если тот, кто думает, что он пребывает в нем, тот и поступать должен так, как он поступал. Оказывается, друзья, за ваше и за мое внимание ведется огромнейшая борьба. Для того, чтобы вы достойного внимания Иисуса Христа вниманием обделили, а недостойного внимания людей, выдающихся в этом мире, превознесли и начали на них равняться. И знаете, друзья, я более того скажу, вот мы с вами сегодня выглядим так, в зависимости от того, на кого мы смотрели вчера и третьего дня. У нас с вами, как правило, то, что мы на себя одеваем, то, что мы поем, то, что мы читаем, то, как мы живем, то, где мы отдыхаем, это во многом определяется. Знаете, чем? Что мы читали, смотрели и на что всматривались вчера и третьего дня. Я вам приведу один простой пример. Одна европейская компания на территории Африки перевезла туда свой завод. И у них идея была в следующем. Столько, сколько рабочему надо платить в Европе, это дорого. Сколько за ту же работу надо будет заплатить рабочим в Африке, намного дешевле. А потому, будем мы производить этот же товар, но только в африканской стране, и людям будем платить небольшую заработную плату. Идея выглядела великолепно. Но когда они приехали и организовали там все производство, вы знаете, с чем они столкнулись? Они столкнулись с одной проблемой. Они никак не могли заставить людей хорошо работать. А знаете, почему? Руководители говорят, работай лучше. Мы тебе премиальные дадим, зарплату поднимем. А знаете, что человек говорил? Он говорил, а мне это не надо. Мне хватит того, что вы мне платите. И руководители этого предприятия столкнулись с одной большой проблемой. А знаете, в чем крылась вся проблема? У них было очень примитивное жилье. Примитивно сделанный домик, соломой накрытая крыша. И все, что надо там, внутри, это кусок хлеба, банка молока, и может быть небольшая, какая-нибудь сладкая булочка. И оказывается, зарплату, которую он получал, ее вполне хватало. И на баночку молока, и на хлеб, и на сладкую булочку. И когда ему говорили, послушай, надо работать лучше, мы заплатим тебе больше. А он говорит, а мне не надо. Мне хватит столько, сколько вы платите. И они оказались в одной неловкой ситуации. И вы знаете, как им удалось эту ситуацию выровнять или исправить? Они просто в той бытовке, то есть в месте, где рабочие переодеваются своей повседневной работой в рабочую одежду, они положили каталоги. Каталоги товаров. Знаете, что начал делать человек? Он просто листал эти листочки. И вдруг на одном из листочков он увидел ванну. Он никогда ее до этого не видел. Ванну. И вдруг он понял, вот это да, так это я у себя дома могу как в бассейне окунуться в ванну и при этом получать такое наслаждение. А ему дальше говорят, а чтобы вода текла, надо, чтобы у тебя был колодец. А чтобы в колодце был насос. А чтобы с насосом была сведена она с кранами. И знаете, что в конечном итоге получилось? Человек сказал, ох, я этого хочу. А когда он понял, сколько это стоит, ему говорят, слушай, а у тебя денег не хватает. И тогда ему говорят, нет проблем, можешь пойти в банки, взять эти деньги в кредит. Человек берет эти деньги в кредит, покупает себе ванну, насос, делает колодец, ставит кран, наслаждается теплой водой. А теперь, когда он приходит на работу, ему начальник говорит, надо работать лучше. Он говорит, что для этого надо сделать. И теперь готов работать по одной только простой причине, потому что надо платить деньги банку за то, что он взял, чтобы пользоваться тем комфортом, который у него сейчас оказался. Вы знаете, что сделали люди? Они просто помогли нужной вещи вовремя попасть им на глаза. И, кстати, вы знаете, что какая самая основная задача реклама? Вот как вы думаете, какая самая главная задача рекламы? Вы знаете, какая самая главная задача рекламы? Доказать вам, что вы несчастный человек. А счастливым вы станете лишь только тогда, когда купите то, что вам сейчас рекламируют. И, кстати, многие специалисты, кто исследует это дело, они говорят, что люди покупают очень много покупок, движимые рекламой, которые никогда этой покупкой не воспользовались. Я думаю, что вы у себя дома можете это проверить. У вас наверняка есть вещи, которые вы купили, на которых еще упаковка даже не распакована и этикетка все еще висит. А что же вы купили? А потому что вы думали, а вдруг пригодится. А кто же вас так уговорил? А уговорила, наверное, низкая цена, потому что только сегодня и только здесь. И ты думаешь, надо брать, потому что завтра не будет. Знаете, друзья, я это к чему вам говорю? Я говорю это к тому, что вот эта вот идея, то, на что ты смотришь, в тот образ ты и преображаешься, она работает в нашей жизни постоянно. Вот так надо взирать на Божью славу. Именно так в Писании сказано евреям 12.2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Оказывается, друзья, обратите внимание, нам Писание говорит, взирай на Иисуса. Сегодня у тебя и у меня есть куча конкурентов, которые говорят, не надо смотреть на Иисуса, смотри на талантливого актера, на великолепного музыканта, на выдающегося бизнесмена, на замечательного автора, который написал там замечательную книгу, музыкальное произведение. И знаете, у Иисуса Христа на земле есть много конкурентов, которые воюют за внимание, чтобы у тебя и у меня его отнять и на себя это внимание перенести. И вот тут-то и кроется опасность. Как только ты начнешь сматриваться в кумиров этого мира, ты автоматически начнешь преображаться в их образ. И это вы можете легко увидеть, начиная от причесок, которые люди носят. Сначала это изобретают музыканты, а после этого уже это появляется и на людях, которых эти музыканты приводят в восторг. То, куда ты смотришь, определяет то, к чему тебя влечет. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Обратите внимание, собственную похотью, что человек делает, обольщается. Вот помните, я вам рассказал эту историю с каталогом. Человек жил и никакой похоти даже не испытывал, никакого желания. Вдруг попала ему картинка, ванна оказывается, какая есть. И человека появилось одно желание. Я этого хочу. Вот дьявол умудряется людей обольстить похотью. И после этого человек, движимый похотью, начинает пытаться этого достигать. Собственная похоть, она может быть сформулирована короткой фразой. Я этого хочу. Что после этого происходит? Но желание я этого хочу просыпается тогда, когда фокус вашего духовного зрения наведен на вещи, предложенные врагом. Я вам приведу одну цитату. Похоть дремлет, пока ее не разбудит соблазн. Скажите, пожалуйста, как помочь похоти в вашей и в моей жизни спать? Что для этого надо сделать? Похоть. Надо обходить стороной соблазны. Потому что соблазн это то, что будет в тебе похоть. Если ты соблазн пройдешь мимо, то и похоть будет у тебя оставаться в состоянии дремоты. А вот в том-то и дело, что Библия говорит, что похоть же зачавши рождает грех. Человека ко греху подталкивает похоть. Я этого хочу. Ну, а это желание просыпается тогда, когда человек клюнул на соблазн. Вот почему в Библии написано должно прийти соблазном. Но вспомните, пожалуйста, дальше слова, что Бог говорит тем, через кого эти соблазны приходят, но горе через кого они приходят. Вот потому христианин никогда не должен быть причиной соблазна. Потому что Божий приговор соблазняющему звучит очень резко. Горе через кого они приходят. Второе, нужно научиться хранить себя от соблазнов, чтобы эти соблазны не разбудили в тебе похоть. Во всех, без исключения вещах и направлениях. А когда уже это достигает и это желание врага, а не ваше, но все происходит так, как будто это ваше желание и вы добровольно принимаете решение шагнуть на территорию врага. Как я уже вам рассказывал, с теми же самыми наколками на теле. Это как же человека уговорили так изуродовать свое тело. Потому что враг так искусно преподнес ему последствия того, если ты это сделаешь, ты будешь самым лучшим, самым выдающимся и так дальше. И враг, и человек, обольщенный врагом, легко соглашается на такие вещи. При этом враг оставляет человека с мыслью, что он в этом мире свободен делать любой выбор и принимать любое решение, ведь он свободная личность. И идет человек, притчи 7.22, как вол идет на убой, как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ей. Вот так вот люди в этой жизни окунаются только, здесь написано за птицу, которая кидается в селки, селки это сеть, и не знает, что они на погибель ей. Птица бросается в сеть и не знает, что шансов уже оттуда ей выбраться живой уже никаких нет. Вот так и человек бросается в сети, растянутые дьяволом по одной простой причине, потому что обольщенный. И думаю, вы наверняка могли знать, как охотятся люди на животных. Они там ставят приманку, которая интересна животным, то ли птицам, то ли зверям, и зверь всегда падает на приманку, а попадает в ловушку, попадает либо в капкан, либо в сеть. То, куда мы смотрели глазами нашего сердца вчера, определяет, как мы выглядим сегодня. И это на самом деле так есть. Вы можете взглянуть на любого человека на земле, и то, что он имеет сегодня в виде одежды или прически, это он где-то подсмотрел, другими словами, это он на кого-то всмотрелся и от этого образа перенял его на себя. И вот если из этого задаться вопросом, друзья, так какой должен быть образ, виден в вас и во мне? Если об этом говорить серьезно, то вы и я должны отображать образ Иисуса Христа. И хорошо быть радушным, как Иисус, и хорошо быть добрым, как Иисус, и хорошо быть приветливым, как Иисус, и хорошо быть жертвенным, как Иисус, хорошо быть человеком, который думает не о своем счастье, а о счастье другого, как это сделал Иисус. И обратите, пожалуйста, внимание, эти качества в нас могут начинать подниматься лишь только тогда, когда я буду всматриваться в правильный образ. Если вы будете всматриваться в образ современных актеров, которые эгоисты, которые думают только о себе, которые полны тщеславия, гордыни, высокомерия, во всех своих манерах, в словах, которые они произносят, то вы сами того не заметите, как вы станете гордым, надменным, тщеславным и подражать им в тех словах, которые произносят они, будете произносить их вы. Вот как умудряется этот мир обучить людей этому сленгу низменному выражением слов, как удается, потому что просто это влагается в уста кумирам, талантливым людям и автоматически это перенимают все другие люди. И вот я задаю сегодня вопрос, так кому стоит подражать тебе и мне? И я думаю, ты можешь с радостью понять для себя, воистину, если подражаешь Иисусу Христу, то будешь там, где Иисус Христос. Если же будешь подражать конкурентам Иисуса Христа, то скорее всего окажешься в бесславии и в месте, где Божьей славы нет. То, что мы видим глазами нашего сердца, в тот образ мы и преображаемся. Мы с вами уже об этом говорили. Взирая на начальника и совершителя веры, если я взираю на Иисуса, то я в образ Иисуса Христа и преображаюсь. И текст, который я уже читал из 2 Коринфянам 3,18 «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Обращаю ваше внимание, на что я взираю, в тот образ я и преображаюсь. И исходя из этого, мы можем сказать следующее в отношении наших мыслей. Оказывается, ваши и мои мысли – это очень интересная вещь. Враг вам может послать мысль. И если вы на нее сфокусируете свое внимание, он тут же на мониторе вашего сердца начнет вам рисовать картины, как он рисовал Еве. И легко вас подтолкнет к решению, за которым будет не что иное, как грех. Вот почему Библия говорит о том, что мысли надо хранить в должном состоянии. Так о чем же человек в своих мыслях должен стараться их соблюдать? Читаем Филиппийцам 4,8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том, помышляйте». Оказывается, если я задам себе вопрос такой, «А что меня может превознести перед людьми?» Вот вы легко можете понять, вот эту мысль у вас легко найдет враг и предложит вам кучу вариантов, что вам надо сделать, чтобы превознестись над другими людьми. Он очень искусный, и Он легко может это подбросить, кучу сценариев и нарисовать вам разных вариантов, как это сделать. Вот почему Библия говорит, что ты лучше, во-первых, мысли о том, что истина, а это значит, всегда свои мысли сопоставляй с Писанием. Всегда свои мысли сопоставляй с Божьим отвесом. Не противоречит ли это Писанию? Не противоречит ли это Божьей заповеди? Следующее, честно ли это? Справедливо ли? Чисто ли? Нет ли там греха? Любезно, другими словами, исходит ли это от любви, которая у меня в сердце? Достославно, другими словами, одобрит ли это Бог? Достойно ли это славы в Божьих очах? Добродетель, это является в Божьих очах добром? Достойно ли пред Богом это похвалы? И только об этом помышляйте. Знаете, друзья, почему? Потому что, если на такие мысли вы будете наводить свой фокус, то именно в эту сферу вы и будете совершать свои поступки. Если вы сами себе скажете, я очень хочу быть честным, если это будет твоя мысль в голове, то значит у тебя внутри Дух Святой и нарисует тебе картину, как честный человек живет, как он поступает, как он одевается, как он с людьми строит отношения, равно, что такое любезный человек, равно, что такое справедливый, что такое чистый, что такое добродетельный, равно, как и тот, который пред Богом достоин похвалы. И вы можете теперь легко понять, стоит вам только поддаться на искушение мысли гордой, и вы легко найдете внутри себя кучу вариантов, которые предложит вам дьявол, что вам надо сделать, чтобы гордыня вас стала больше. И если вы подумаете о том, а как проявляет себя смирение, и будете об этом помышлять, вам Дух Святой нарисует картину внутри вас, как выглядит смиренный человек. И вы можете теперь обратить внимание, оказывается, от чистоты моей мысли напрямую зависит в конечном итоге, что я говорю, как я поступаю, как я живу. Вот почему вопрос, который мы задали в самом начале и сказали с вами, как, что ты видишь, на самом деле дорогого стоит. Настоящее открытие это не поиск новых земель, но взгляд на мир новыми глазами. Это фраза, которая принадлежит Марселю Прусту. Вот этот человек, который сказал, на самом деле стоит искать не чего-то нового, а стоит на мир смотреть по-другому. И вот смотреть по-другому, друзья, это смотреть глазами Иисуса Христа с тех же внутренних чувств, которые были у Него. Это желанием любить людей, служить людям, делать это во славу Господа. А еще как люди на земле могут смотреть на мир или на то, что окружает их. Я хочу вам показать последнюю зарисовку или последнее содержание. Я думаю, что она тоже очень поучительна по своему содержанию. Два взгляда на мир. Справа от вас это муха, а слева от вас это пчела. Скажите, пожалуйста, с чем постоянно встречается пчела? Она встречается с цветами и с благоуханием. Но если вы поинтересуетесь, с чем постоянно встречается муха, то она встречается с грязью и с помойками. Другими словами, с отходами пищевыми. И вот теперь хочу задать вопрос. Скажите, почему муху тянет к мусору и к обедкам, а пчелу тянет к цветочку и к благоуханию? Почему? Потому что то, что является сутью его внутри, определяет, к чему его тянет и влечет снаружи. Я хочу пригласить вас, друзья, чтобы мы были людьми, которые неподобны мухам, которых тянет там, где грязи побольше и мусора побольше. Давайте будем пчелками, которых влечет к цветкам и к благоуханию. Другими словами, влечет к чистоте, к святости, к благородству, а не к корысти, к низменности и разного рода другим низменным вещам. Вот с чего мы с вами начали наш с вами разговор, когда задали простой вопрос. Что ты видишь? И сегодня, друзья, у каждого из нас простое рассуждение. Чему ты позволяешь внутри своего сердца каким картинам представать? Или картинам, которые предлагает тебе враг? Или картинам, которые предлагает тебе Бог? Вот почему чистота наших мыслей, она во многом определяет, к чему тебя побуждает, какие желания у тебя просыпаются, что в словах ты говоришь и что в поступках ты своих содержишь? Я хочу пригласить вас, друзья, к тому, чтобы мы могли вместе обратиться к Господу с молитвой и сказать, Господи, освети меня, очисти меня. В 50-м псалме Давид говорил многократно омой меня, сердце чистое сотвори внутри меня, окропи меня и сопом, и буду чист. Другими словами, друзья, нам надо с вами уметь сохранять свой разум чистым, для того, чтобы вас и меня искусственным и хитрым обольщением враг не обманул. И чтобы мы с вами не стали людьми, которые здесь на земле исполняют похоти Отца, всякой лжи и неправды дьявола, но чтобы мы с вами были людьми, которые выполняют здесь на земле волю Небесного Отца и живут во свете чистоты святого и доброго. Я хочу пригласить вас, друзья, чтобы, как в книге Откровения написано, помните, такие там есть слова, купи у меня глазную мась. А теперь для чего? Чтобы помазать глаза, и ты был способен видеть. Друзья, нам нужно все, что мы видим вокруг себя, нам видеть с Божьей перспективы, а не с перспективы лишь только той, которая иногда в радужных очках рисует дьявол и сатана, обольщая людей и поталкивая их почти к пропасти. Вот почему наши глаза должны быть помазаны Божьей глазной мазью, чтобы все, что вокруг нас, мы видели во свете Божьем, во свете Божьего Слова и были людьми, которые живут по Божьей воле, а от воли дьявола и сатана уклоняются, отступают, а воли Божьей держатся и по воле Божьей живут. Вот потому мысль и чистота наших мыслей, оказывается, она во многом определяет то, что из себя представляет моя жизнь. И то, что мы с вами уже говорили, это текст, которого я хочу и закончить. Итак, что же должно быть в моих мыслях? Должно быть то, что отражает истину, что отражает честность, справедливость, чистоту, любезность, что достойно славы пред Богом, что называется Богом добродеятельным и что у Бога находит похвалу. Библия говорит о том, помышляйте. И если это будет содержание наших мыслей, то это будет и содержанием наших слов, и это будет отражаться и в наших поступках. Давайте с вами внутри себя и в наших мыслях наведем порядок. И, быть может, позволим Божьему средству очищения внутри нас навести порядок. Давайте, друзья, уделять внимание достойному нашему вниманию. И достоин внимания наш Господь Иисус. А все кумиры, которые есть в этом мире, и предлагаются всей индустрией развлечения, давайте обделим их на внимание. Давайте не будем в них сматриваться. Давайте обделим их на наше внимание. А достойному внимания Иисусу уделим наше время для того, чтобы Его лучше знать, в Него лучше всмотреться, Его лучше понять, для того, чтобы лучше Его здесь, на земле, и отразить. И помните, все, что врагу надо, с чего все начинается? Со внимания. Ему надо завладеть вашим вниманием. Как только вы свое внимание переводите на его мысль, тут же вы начинаете попадать под его влияние. Вот потому борьба с врагом во многом, на самом деле, она простая. Если человек эту мысль поймет, она его очень сильно поможет. Знаете, как борьба с врагом чем простая? Обдели его на внимание. Обдели дьявола на внимание, которые мысли он тебе посылает. И ты увидишь, что он остается в твоей жизни безоружным. Если ты клюешь на его мысли и начинаешь в эти мысли всматриваться, еще вдумываться, то дьявол эти мысли разрисовывает тебе, как выдающийся художник, и ты сам того не понимаешь, куда ты начинаешь крениться. Вот потому надо на Божьи мысли внимание обращать, а на все мысли, которые исходят от врага, надо его просто на это внимание обделить. И тогда вы увидите, что у него нет возможности с вами говорить и вам что-то предлагать. Я хочу пригласить вас, чтобы мы с вами наподобие того, как это было в книге пророка Еремия и Амоса, на слово, что ты видишь? И когда бы мы ответили, чтобы услышали такую же оценку, ты верно видишь. Чтобы у каждого из нас наш духовный взор был направлен на правильные вещи. И в нашей жизни пред нашими глазами всегда был Божий отвес, Божье слово, Божья заповедь, для того, чтобы мы не подпали под хитрое искусство и обольщение и не стали в руках дьявола орудием, с помощью которых он на земле достигает того, что хотел бы сделать он. А так бывает. Почему и сказано в 8 главе Евангелия Теана, вы хотите исполнить похоти отца вашего, а ваш отец дьявол. Вот так иногда умудряется дьявол человека обольстить, что человек делает дело, которое хочет, чтобы делал дьявол. Бог этого не желает, а человек сам того не понимает, как он подпал под обольщение и начинает вместо созидательной работы делать разрушительную. И поэтому сам того не понимает, что он просто орудие в руках дьявола и сатаны. Вот почему, друзья, помоги нам с вами, Господь, иметь чистые мысли. Дьявола обделить на внимание и жить людьми, которые верно видят, которые вздирают на начальника и совершителя веры и которые преображаются в образ Иисуса Христа.